Смотрите, сейчас мы с вами разговариваем, да, нас видит весь мир. Вы хотите что-нибудь миру сказать? У них нет привет. Отлично. А мир что ответил? У вас есть уникальная возможность посмотреть моими глазами то, что я вижу. Давайте, к примеру, вы профессор, да? Вы одеваете на тень данный прибор, да? И любой студент, любой человек в мире может посмотреть вашими глазами полностью, так сказать, понять, как учить, как... Ну, то есть... Как мы там... Смотрите, смотри, смотри, смотри. Да. Мы проверяли это давно еще, мы этим вопросом занимались еще с Камбоджа 4-5 лет назад. Но это чуть позже. Всем здрасте. Кто еще хочет поговорить? Почему же это не стеснительно? Что-то привычно. А вот вас можно увековечить будет, допустим, через 50 лет увидеть... Вот ваш образ сейчас как бы в картинке, да, ну, в камере. Вот можно сделать так, что через 50 лет человек может с вами общаться с вашим вот этим виртуальным аватаром? Ну, если уникальный человек, или он умеет на гитаре играть, какие-то приемы показывают. Считается, что это будет уже через 30 лет уже, да. То есть... То есть можно сделать аватарку вот такую, голограмму, да, которую можно... Считается, что технологии через 30 лет уже к этому придут. Поэтому, собственно, вообще мир очень сильно меняется, и он изменится при нашей жизни. Концептуально. То есть фактически, когда был создан интернет, и был запущен как таковой, да, то есть это ящик Пандоры, который вскрыл огромные возможности. С нашей... там, с моей точки зрения, там, и крупных специалистов, 50% людей потеряют работу. Так. Уже к 30-му году. Уже к 30-му году. Поэтому... И вот эта штука, она в том числе нацелена на то, то есть когда у вас была одна профессия, вы этой профессией занимались всю жизнь, понимаете, да? То есть ваша профессия вдруг исчезает, вам нужно получить новую профессию. Но у вас нет времени тратить 5 лет жизни и идти опять в институт учиться, согласитесь? Да, да, да. То есть нужны совершенно новые технологии быстрого, так сказать, перехода из одного состояния в другое состояние. Новые... нужны новые методы обучения людей, новые методы образования, потому что то, как мы сейчас это делаем, да, ну, это фактически 19-й век, понимаете? То есть, да, у нас есть компьютеры, но мы используем компьютеры для того, чтобы забивать гвозди. То есть это примитивно. То есть университеты как таковые... А вот у меня немножко другой был вопрос. Вот представьте себе уникальную ситуацию, Джим Хедрикс, допустим, если он показывает приемы игры, и это все снять, и он показывает какие-то этюды, которые можно выучить. Вот можно в вашей технологии, благодаря вашей технологии... Совершенно верно. Вы художник, да, вы можете рисовать, так сказать. Леонардович, да. И люди видят через ваши глаза, да, то есть вот вы рисуете, понимаете, и происходит совершенно другая скорость обучения. Я здесь, но не люди, потомки, вот о чем речь. Что проходит там, да, много времени, да. Давайте разберемся сейчас здесь, да, хотя бы. Что касается аватеризации человека как такового, безусловно, идут серьезные разработки на эту тему, да. Но это очень спорная, очень сложная история, потому что когда вы снимаете информацию, то вы уже меняете информацию там, откуда вы сняли ее. То есть иначе у вас два будет. Давайте к футурологии вот в данном направлении немножечко отложим, потому что вот мы сегодня, собственно говоря... То есть вот, скажем, да, такая штука, такое устройство, во-первых, оно позволяет создавать 3D-контент, да, во-вторых, работать в стриме в онлайне, да. То есть, собственно говоря, вот мы, неважно, да, то есть вы сейчас здесь настоящие, но точно так же вы будете здесь аватеризированы. Мы с вами садимся, ведем переговоры, и у вас нет абсолютно никакой, надо сказать... То есть полное ощущение присутствия, плюс концентрация внимания, да, плюс ко всему вот это... Ну, стойте, я уже начал. Да, давайте, чуть позже, хорошо? Чуть позже. Давайте... Извините, а интерьеры можем менять в разговоре, да, после вот мы с вами общаемся, и мы можем сделать интерьер вообще другой? Конечно, конечно, конечно. На Луне. А начиная от интерьера, заканчивая, я могу получать в этот момент параметры на свои, так сказать... То есть я могу находиться в Нью-Йорке, вы находитесь, собственно, в Москве, кто-то находится в Японии. То есть мир без границ, бизнеса не должно быть границ. Вообще, собственно говоря, с моей точки зрения, ну, в течение максимум 20 лет вообще изменится мироустройство, да. То, в каком формате существует сегодня мир, ну, это абсолютно нефункциональная штука, так сказать, она была создана еще, там, 2000 лет назад и так далее, да. Ну, что это такое, что войны, 2017 год, вы думаете, какие-то войны, разборки какие-то и так далее. То есть вообще не должно быть границ, их, собственно говоря, не будет, да. То есть те, кто останется в рамках границ каких-то своих территорий, он, собственно, ну, потеряет очень многое, с моей точки зрения, ну, извините, не только мои. Поэтому выход как раз вот в новые, на новой скорости, на новой скорости обучения, ну, так, в позже. Спасибо. Всем привет. Спасибо, да, добрый день. Спуститесь на землю, да. Там классиков не хватает, привычно к ним общаться. Смотрите, я знаю этот вопрос, да, мы над ним тоже работаем, безусловно. Здесь будет второй дисплей, куда идут дрейкерами, значит, было, то есть, дайте так, это та вещь, которую мы просто сейчас тестируем. Мы хотим посмотреть, послушать, да, как, что, чего, да, то есть, мы можем с помощью этой штуки сделать все, что угодно. Начиная от того, что вы, вам хочется погулять по Нью-Йорку, да, вы находите свободного аватара, кто находится в Нью-Йорке, и покупаете его час времени. И все, и вот он гуляет, мы говорим, так, слушай, пойдем направо. О, отлично, остановись так, дай-ка я посмотрю. О, давай-ка я вот это куплю. Так, цветы, пойдем-ка купим цветы, занесем, значит, там, моим партнерам, там, моей девушке и так далее, да? Пожираться. Нет, подожди, смотри. А тебе платят деньги за работу? Ты, кстати, за дерево спрятался. Денежное дерево. Так, давайте, сейчас все, мы... А это ваша идея, или вы как-то, ну, если не секрет, вообще, как получилось? Нет, ну, смотрите, значит, я работаю с ребятами, да, но этим вопросом я начал заниматься еще четыре с половиной года назад в Камбодзе, то есть мы как раз там, собственно говоря, и занимались, ну, давайте, удачите, стойте. Дождемся официально. Давайте формально соблюдем, а то будет некрасиво кто-то. Тогда поговорим о Камбодзе. Вернемся минут через месяц, давайте с нами, далеко не уходите. Спасибо. Привет. Я имаю. Спасибо.